Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня будем выпекать очень вкусный и ароматный ореховый пирог со сливами. А также будем готовить миниатюрные пироги, кексики со сливами. Выпечка очень нежная, мягкая и вкусная. Смотрите видео и готовьте вместе со мной! Для пирога нам нужны будут следующие продукты. 600 граммов слив, 250 граммов грецких орехов, 200 граммов мягкого сливочного масла, 150 граммов сахарной пудры, 3 яйца, 100 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Сначала нам нужно измельчить грецкий орех. Измельчаем по желанию, но в муку я вам не советую их измельчать. Я измельчаю грецкие орехи в среднюю крошку, чтобы были и кусочки орехов. Очень вкусно, когда они попадаются, именно кусочки орехов в пироге. Пока мы готовим тесто, сразу же мы подготавливаем сливы. Первым делом это нам нужно достать косточку. И разрезаем каждую половинку на три части. И вот каждую сливу нам нужно разрезать и нарезать на части. Я вам все-таки советую в пирог использовать более твердые сливы. А спелые их можно просто скушать. Они мягкие, сочные. Если мы будем переспешивать такие сливы, как у меня здесь, использовать пирог, у нас получится сверху каша. Поэтому отбирайте твердые сливы. Так пирог у нас будет и вкусным, и красивым. А это главное. Затем на кухонной машине мы взбиваем мягкое сливочное масло. В пышную массу. К взбитому маслу мы добавляем сахарную пудру. И продолжаем взбивать. Затем добавляем по одному яйцу в кесто. Вот у вас должна получиться такая яично-масляная смесь. Если хорошее масло, ничего не расслаивается. Затем мы в тесто добавляем грецкие орехи. И вымешиваем лопаточкой. Добавляйте продукты в такой же очередности, как и я. Это важно в приготовлении этого пирога. Затем в муку мы добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Разрыхлитель я готовлю сама. Рецепт есть у меня на канале и будет в ссылочке под видео. Разрыхлитель прекрасно работает в тесте. А главное, это стоит намного дешевле, чем покупной разрыхлитель. И его получается у меня очень много. Добавляем частями муку в тесто. И вымешиваем лопаточкой. Почему я добавляю сахарную пудру? Тесто будет нежнее. Вымешиваем тесто. И сейчас будем формировать пирог. Смотрите, какое у меня тесто. Оно густое. В нем видны грецкие орехи. Кусочки грецких орехов. Тесто очень вкусное. Затем я беру форму силиконовую в диаметре 20 см. Слегка смазываю растительным рафинированным маслом. Я испеку пирог. А также испеку порционные пирожные. Очень удобно порционные пирожные брать с собой на природу. Если мы едем в парк, удобнее всего брать пирожные. Смотрите, я заполняю форму не до верха. Тесто у меня сладкое. Сливы с легкой кислинкой. Так и должно быть. Теперь смотрите. Выкладываем сливы. Вот так я вам показываю. Слегка сливы утопают в тесте. Придавливаем. Удавливаем их в тесто. Этот пирог не может не понравиться. Он очень вкусный, правда. Здесь и вкусное тесто. А также прекрасно это тесто сочетается с сливами. Сливы пускают сок в тесто. Пирог у нас не только нежный и мягкий, но еще и сочный получается. А выпечка с грецким орехом мне давно уже нравится. Я выпекала и торты, и пизе с грецким орехом. Очень вкусно. С пирогом разобрались. А теперь выкладываем остатки теста в силиконовые формочки для кексов. Вы, наверное, уже заметили, что я очень люблю эти формочки. Часто выпекаю закуски в этих формах. Кексы, маффины. Это очень удобно. Формочки я не смазываю. А в эти формы я кусочки слив. Смотрите, как вот вставляю вертикально. У меня получается цветочек такой. Лотос напоминает. Но это мне напоминает. Вот берем и просто дольки слив. Вонзаем наше тесто. И получаем прекрасный кекс пирожное. Кексы с пирогом ставим в разогретую духовку на 190 градусов. На средний уровень. Режим вверх-вниз. Прошло 25 минут. И мы уменьшаем температуру до 160 градусов. И продолжаем выпекать маффины и пирог. Кексы достаем раньше. Они выпекались 40 минут. Пирог накрываем фольгой и оставляем в духовке еще на 10 минут. Сейчас достанем с формы наши кексы. Смотрите, прекрасно достаются без всяких усилий. Мягкое и нежное тесто. Боюсь помять. Кексы слегка остынут. И будем их пробовать. Тесто нежнейшее. Пирог у нас тоже готов. Кексы выпекались 40 минут. Пирог 50 минут. Мы сначала переворачиваем пирог на блюдо. Смотрите, какая красота. Затем, чтобы на дощечку выложить наш пирог, мы переворачиваем блюдо. Наш ореховый пирог со сливами уже на дощечке. Ореховый пирог со сливами готов. У меня получился пирог в диаметре 20 сантиметров. И 6 замечательных кексов. Готовьте в удовольствие. Подавайте свои блюда с душой. Радуйте своих родных только домашней выпечкой. Она всегда вкусная и полезная. Выпечка с грецкими орехами очень ароматная. Всем советую приготовить этот пирог. Мне осталось лишь только показать, что у нас получилось. Берем кексик, разламываем его. Смотрите. Очень нежное тесто. Мягкое. С грецким орехом. Очень вкусно. Пирог получается умеренно сладким. Поэтому я вам рекомендую подавать его с сахарной пудрой или джемом. Например, если вы закрываете, так как я клубнику в сиропе, можно смазать этим сиропом пирог. Но у меня дети просто будут липнуть все. Поэтому я лучше воспользуюсь сахарной пудрой. Вот я отрезала и кусочек пирога. Скажу вам, что пирог просто божественный. Смотрите, какой он мягкий, нежный. Грецкие орехи в этом пироге творят чудеса. Мне нравится, что этот пирог умеренно сладкий. И он очень и очень вкусный. Обязательно его приготовьте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока.